Музыка России Гусли Рассказ о них ведет музыковед Юрий Зацарный Еще в старину наши далекие предки заметили, что если отпустить натянутую тетиву лука, то она густила, гусла, то есть гудела от славянского глагола густи. Отсюда и всякая гудящая жилка, струнка стала называться гусла, а так как для красоты звучания со временем начали использовать несколько струн, то и называться такой многозвучный, многострунный инструмент стал во множественном числе гусли. Позднее жильные струны заменили на металлические, от этого звук стал более ярким, чистым, сочным. Корпус, напоминавший крыло птицы, стали делать из белого клёна явора, и поэтому в народе прозвали гусли «звончатые», «яровчатые». Гусли были известны по всей земле русской, от могучего Красно-Киева, довольного Пскова и господина Великого Новгорода, которые стали основными центрами гусельного искусства. Да и как можно было представить себе быт древнерусских городов без гуслей? В княжеских дворцах, на пирах дружин, на торговых площадях, на свадьбах и гуляниях, всюду, везде звучали звончатые, радостные гусли, сопровождая веселые игры, песни, пляски с комароком. Традиции гусельной игры разносили по городам и селам странствующие певцы-гусляры, калики-перехожие. Это они ведали народу о подвигах блинных героев. «Ой, вы гойтесь и веселые молодцы, садитесь на лавочки, поиграйте во гусельце и пропойте-ка нам песенки». При великокняжеских дворах были гусляры-словители, которые складывали свои поэтические повествования об исторических событиях, хранили и передавали память о русской старине. Их творчество отличалось выразительностью, большой глубиной мысли. Здесь нам достаточно вспомнить легендарного певца-сказителя Баяна. Разъезжались, а ведь славны ведь оси, по широкому коль-луху, по раздольцу. Разъезжались они до вовсе стороны, а это по подвигам своему, ух, да много ты русским. Субтитры создавал DimaTorzok Как во славном Новогороде был Садко веселый молодец. Не имел он золотой казны, а имел лишь гусель яровчатый. Спотешал он купцов, людей посадских. Да, знаменитым гусляром был герой новгородских былин Садко. И оказывается, что действительно, жил в 12 веке в Новгороде человек по имени Садко, который не был богатырем, не совершал подвигов, но все-таки благодарные новгородцы сложили о нем былину. Былину о реально живущем человеке, который дивной силой своего мастерства игры на гуслях покорил своих сограждан. И благодарные земляки, восхищенные силой его таланта, из поколения в поколение передают легенду о незабываемом впечатлении от великой силы искусства народного музыканта. КОНЕЦ В 17 веке при дворе московских царей также можно было услышать гусли. Позднее, в 18 веке, гусли усовершенствуются и проникают в дома знатных вельмож. Они становятся больше по размеру, их поставили на ножки, изменили строй и форму. Историки того времени писали, что российские гусли имеют весьма приятный, полный звук. Они порой превосходят даже клавесин, издавая более продолжительный и шире раздающийся звук. КОНЕЦ В конце 19 века искусство игры на гуслях переживает новый подъем. Василий Васильевич Андреев и профессор Петербургской консерватории Николай Иванович Привалов усовершенствовали старинные гусли и ввели их в состав Великорусского оркестра. Говорят, что и Федор Иванович Шаляпин, часто выступавший с Андреевским оркестром, любил слушать и петь русские народные песни в сопровождении гусли. В настоящее время в концертной практике гусли имеют три разновидности. Это гусли звончатые, гусли щипковые и гусли клавишные. На гуслях звончатых играют соло и в ансамблях, а вот щипковые и клавишные гусли как бы дополняют друг друга и чаще используются в звучании оркестра. КОНЕЦ КОНЕЦ Искусство игры на гуслях звончатых имеет довольно широкое распространение в профессиональной и любительской практике, особенно в северо-западных областях России. Новгородской, Псковской, Ленинградской, Архангельской. Советские композиторы пишут оригинальные произведения для этих интересных инструментов. Очень хорошо сочетается с гуслями волос, особенно в русских народных песнях. ПЕСНЯ 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 Для пропаганды и популяризации искусства игры на звончатых гуслях много сделали известные исполнители Валерий Тихов, Всеволод Беляевский, Дмитрий Лакшин. Большой вклад в развитие искусства игры на щипковых гуслях несла народная артистка Российской Федерации Вера Николаевна Городовская. Более сорока лет она была солисткой прославленного оркестра имени Осипова, где совместно с заслуженной артисткой РСФСР Олимпиадой Никитиной, а потом с заслуженной артисткой РСФСР Ниной Чекановой создали дуэт гуслей и стали выступать соло в концертных программах оркестра. Высокоодаренный музыкант, талантливый композитор Вера Николаевна Городовская создала большой концертный репертуар для гуслей. В последние годы исполнительство гусляров совершенствуется и развивается. В ряде музыкальных училищ открыты классы игры на гуслях. Голос древнего музыкального инструмента набирает силу и полнозвучно звучит во многих профессиональных и любительских коллективах. И сейчас живы наследники Баяна и Садко. Это они любовно сохраняют красоту звучания национального инструмента и звончатый рокок гусельных струн и сегодня радует и волнует наших современников вечно молодым голосом седой старины. Баяна и Садко. 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 Баяна и Садко.